Этой ночью в Екатеринбурге на окраине Эльмаша жильцам одного из подъездов новой жилой 20-этажки на Замятина 24 не удалось толком выспаться из-за внеурочной дымной побудки. Десятки полусонных людей в спешке похватали самое ценное – дремлющих малышей и испуганных комнатных собачонок. И выскочили на морозный пленэру подъезда. Девятерых спасли пожарные. Их пожилому соседу со второго этажа не повезло куда больше. Без дыханного пенсионера, задохнувшегося насмерть, вынесли из щадящей квартиры и уложили под лестницей, прикрыв целлофановой пленкой. Из-за ночной поры, высотности дома и прочих особых обстоятельств на утушке опаленной квартиры и на эвакуации почти полусотни жильцов подъезда пожарное начальство задействовало два десятка бойцов. Хотя, чтобы погасить пламя в квартире на десяти квадратах, хватило бы и полудюжины штыков. Для снабжения спасительной жидкостью одного из водяных стволов был задействован пожарный гидрант в самом доме. Второй пожарный рукав. Огнеборцы протянули через окно, присоединив другой конец к автоцистерне. Пожарно-спасательным подразделением при помощи самоспасательных устройств, зрениями газдомозащитной службы, было спасено 9 человек и эвакуировано 47 человек, из них 17 детей. На локализацию пожара было задействовано два водяных ствола. На данный момент пожар локализован на площади 10 метров квадратных силы и средства границов осуществляют разборку и проливку, теряющую конструкцию. Нарушение пожара было привлечено 7,90 техники и 21 человек личного состава. Квартира на втором местами серьезно подгорела, но в основном закоптилась. Правда, совершенно выгоревшая стена над лежанкой дает все основания предполагать, что именно туда и залечил красный петух. И чтобы добраться до клеющих искр, которые он успел обронить, пожарным пришлось раздербанить диван, на котором смерти настигла 76-летнего старика, судя по внутреннему убранству квартиры, совершенно одинокого пенсионера. Обилие сплющенных банок из-под пива и газировки навевает на мысль о том, что пожилой жилец собирал их на улице и складировал в квартире в надежде сдать пункт приема металлолома. Правда, не успел. Впрочем, жилище пенсионера не выглядит чересчур бедняцким. Неизвестно, дружил ли погибший с зеленым змеем, невыспавшимся соседям было не до того, и откровенничать с ночными репортерами они не стали. Да старику теперь и не важно, что о нем подумают оставшиеся на этом свете чужие люди. Что на самом деле произошло в эту ночь в квартире одинокого пенсионера, чуть позже выяснят пожарные дознаватели. Версий здесь немного, и все они, увы, пожитийски печальны.